Одна минута до старта нашей ракеты, сейчас я презентацию Себе открою, чтобы я ее видела, и она двигалась, хорошо, все нормально, да, всем здравствуйте, отлично, ну и я думаю, что собственно говоря мы с вами можем и начинать, потому что сегодня у нас с вами будет только 40 минут для общения, так что нам нужно постараться все успеть, сегодня у нас конечно разговор на такую очень важную, актуальную сейчас Для нас всех тему, что происходит, когда мы все дома, и мы сами как родители, и мы как педагоги, как мы строим это взаимодействие, эту коммуникацию Я эту презентацию, вообще этот вебинар планировала прежде всего для родителей, точнее с позиции родителей, чтобы мы с вами постарались понять, что происходит сейчас с ними, и нам это позволит лучше строить это взаимодействие Чем лучше мы понимаем друг друга, тем более комфортным будет наше общение Поэтому сегодня у нас будет акцент на родителей, хотя в конце презентации, конечно, там есть материал и чистый для педагогов, который касается вашей дистанционной образовательной работы Итак, прежде всего, нет, все, Валентина, мы начали, уже не заставка, все, процесс пошел Конечно, нам прежде всего нужно понимать, в какой ситуации мы оказались Понимать, что очень сложно сейчас обеим сторонам Очень сложно педагогам, очень сложно родителям Первую неделю мы все были просто в шоке В конце сертификат будет, вам будет отвечать администратор на эти вопросы Конечно, вы его скачаете так же, как обычно, это обычный вебинар В конце презентации у меня там есть примеры того, как мы переживали первую неделю, как переживали этот шок родители, как переживали педагоги Сейчас у нас уже прошла эта ситуация, уже все не так остро, мы уже немножко приспособились, вошли в какую-то свою колею Тем не менее, ситуация, безусловно, для нас нетипична И никто из нас, ни родители, ни воспитатели, мы никогда в такой ситуации не были Это у нас все первый раз в жизни Знаете, есть такое поверье, что когда ты делаешь что-то первый раз в жизни, нужно загадывать желание Вот у нас за последний месяц возможностей загадать множество прекрасных желаний было очень-очень много Педагогам сложно, потому что они осваивают дистанционное образование Такого никогда не было в дошкольном образовании И никто бы даже и не предполагал, что такое возможно, но жизнь заставила И здесь, конечно, прежде всего трудность это освоение техники Не все умеют снимать, вести прямые эфиры и так далее, и так далее Поэтому у нас эти проблемы Записывать видеоформат, вести конференции И будем понимать, что педагог тоже находится дома То есть у него тоже своя семья, тоже вокруг люди Тоже нет места, света, времени, тишины и так далее Поэтому, конечно, нужно тоже к качеству всего этого относиться Ну, понимая ситуацию, в которой человек Родители Большинство, слава богу, работают в дистанционном формате И опять же, это очень сложно одновременно быть и сотрудником, и мамой Здесь и работа, здесь и кухня То есть весь быт, все остается с родителями Я сейчас обращаюсь к педагогам Дорогие мои, пожалуйста, вот осознайте, поймите это Родитель сейчас не просто сидит с ребенком дома У него идет рабочий процесс У многих, я знаю это просто по своим знакомым Этот процесс очень интенсивный Очень много работы И ее труднее делать, потому что это, опять же, новый формат Больше времени занимает координация Какие-то переговоры, уточнения То, что раньше можно было зайти в соседнюю комнату и быстро решить Теперь это все делается через телефон, через переписку Поэтому мы должны с вами относиться К очень прекрасные мини-проекты Выкладывать в группу Спасибо огромное Чат ураганно мчится Я потом чат обязательно почитаю И в нашей группе ВКонтакте «Методическая мастерская» Постараюсь ответить на все то, что здесь в чате было Если не успею, за это как пулеметная очередь Он сейчас двигается у меня Значит, вот нужно это понимать Что у родителей, на самом деле И всем сейчас нужна и важна работа Поэтому родителям нужно работать И в отличие от ситуации в детском саду Когда мы с вами работаем У нас есть няня, бог даст У нас есть повара У нас есть технический персонал У нас есть... То есть мы не одни Родитель выполняет фактически функцию Всех этих отдельных специальных людей Поэтому не думайте, что родитель Просто сидит дома со своими детьми Нет Давайте осознавать эти трудности Я буду сейчас все время Говорить вам о том Что нужно вставать на позицию друг друга Когда мы ведем свою дистанционку То дошкольник не может сам включить И он не умеет сам пользоваться техникой Это отдельное спасибо нам Потому что мы в детском саду сказали Нет, мы ничему не учим У нас информационных технологий нет Мы не пользуемся гаджетами Вот сейчас результат того, что мы ничем не пользуемся Поэтому нам, то, что мы сейчас осваиваем Я очень надеюсь Это тоже в конце будет Два слова о перспективах Я очень надеюсь, что мы это все возьмем В дальнейшую свою жизнь И правильно, продуктивно используем То есть то, чему мы учимся с вами сейчас Совершенно не бесполезно А очень важно, нужно Это уже давно, давным-давно Это стучится к нам в двери И так постучится, и так позвонит И в щелочку заглядывает И вроде как информационное общество Век уже наступил, уже позавчера Вчера наступил, позавчера уже наступил Может быть мы как-то выйдем на встречу происходящему Дошкольнику нужна обязательно Все равно помощь родителей Как ассистентов Прежде всего технических И вот я очень вас, дорогие педагоги Вот призываю Стать на позицию Что давайте мы этим функцию родителей И ограничим Вот пусть это будет именно техническое ассистирование У них вот выше головы проблем То есть он поможет включить Чтобы было видно, настроить И дальше мы берем работу в свои руки Так же, как мы это делаем Обычно в детском саду То есть Опять-таки, да, и пространство нужно И материалы доступности И так далее, и так далее То есть мы сейчас с вами работаем Не с ребенком отдельным И не с группой детей Мы работаем с системой Родитель-ребенок И вот эту часть этой системы Ее нужно отдавать себе отчет Поэтому при проектировании Образовательного процесса Мы должны учитывать Желание, возможности, потребности Родители и возражения родителей Которые они нам присылают Без недовольства Без какого-то раздражения А именно нужно понимать Когда только началась история С дистанционкой То в соцсетях И вообще очень бурное обсуждение И, собственно говоря Есть две позиции Ну, одна позиция радикальная Что вообще все это Не нужно никому Она не работает Потому что мы все Тоже находимся на работе Мы с вами Собираемся И хотим получать Заработную плату Поэтому мы должны работать Мы не можем просто сидеть И получать деньги Это было бы странно Да-да-да, конечно Естественно, Ирина Но при этом Мы находимся на работе И вот, кстати Спасибо за вот эту фразу Про отчет Вот этот отчет Это просто какая-то Отдельная ужасная история Которую у нас каждый раз Не успеешь чихнуть Ты уже должен отчитаться О том, да Вот почему Что это было Отчет Это просто какая-то погибель Поэтому Значит, вторая позиция Что педагоги предлагают Родители делают И пошло Очень большое количество Таких вот вариантов Когда педагоги Отправляют родителям Большие списки Вот это посмотрите Вот это почитайте Вот это по схеме нарисуйте Вот это сделайте еще как-то Дорогие мои Я Моя позиция В том, что Вот эти вещи Нужно сводить к минимуму У родителей Нет на это времени Нет на это ресурсы Нет на это сил И вот Это как раз Вторая позиция Что нужно Минимизировать запросы И я хочу вам сказать Что вот эта вторая позиция Обеспечит вам максимально комфортное И бесконфликтное Взаимодействие Родители с удовольствием Отправляют фото Видеоотчеты Кто может Это прекрасно Это значит, что у вас хороший контакт Это значит, что у вас правильная тональность Обращения с вашими родителями Это ваша заслуга Что у вас это так Это прекрасно Значит, нам нужно максимально друг друга поддерживать Нам нужно общаться без претензий и требований И максимально делать каждый то, что может Наши с вами записи и занятия, уроки Сейчас очень часто не идеальны И мы учимся Нам нужно дать это право Потому что, когда человек учится Он не всегда все делает сразу идеально Спасибо огромное, Екатерина Спасибо Активно откликаться на проекты Прекрасно Город Бежевск Я очень рада Я очень рада за вас И за ваших родителей Потому что у родителей Тоже первая их реакция Это была паника Что делать с ребенком в течение целого дня Как его занимать Сейчас мы до этого дойдем Что как бы, ну, у родителей тоже Немножко должна быть позиция Помягче, поспокойнее Мы должны обеспечивать Интересные занятия в течение дня Это наша работа И я очень рада, что у вас родители С удовольствием все делают и выполняют Но они также имеют полное право Не делать, не выполнять Не успевать и так далее Они не сотрудники детского сада Они не обязаны Вот если вы старший воспитатель Это нужно понимать Ваши сотрудники, да Они могут вам предоставлять В качестве отчетов Там, ну, вы и так видите Все их видеозаписи Что тут отчитываться Работа детей Вы не можете этого требовать Потому что родитель Не ваш сотрудник Вы не можете требовать Чтобы он это выполнял Поймите это, пожалуйста, дорогие Уже как-то вот оставьте их В этом смысле в покое Откликаются, работают одни и те же Ну, естественно, конечно Родители заходят, если у них есть время Я говорю про московскую ситуацию У нас все мои знакомые Честно говоря, вот на удаленке 8 часов это минимум непрерывной работы Иногда и 10, и 12 Значит, вот сейчас, когда Как нам снизить общий уровень стресса Для всех, для нас Во-первых, не пытайтесь превратить Это непростое время Во время ваших возможностей Если вы этого не хотите Если вы не стремились к этому Дайте себе вообще максимально Свободное, расслабленное Ваше, насколько вам позволяет работа Максимально спокойное И расслабленное состояние Не нужно себя гнать Не нужно себе создавать Вот этот вот ажиотаж Что мы куда-то не успеем Нам срочно нужно что-то Вот здесь чему-то научиться Что-то сделать Не нужно Весеннее авитаминоз, стресс Выспитесь, посмотрите вместе кино Займитесь любимым делом Поиграйте с домашними животными Не напрягайте себя еще больше Чем нас напрягает ситуация Так На самом деле первые рекомендации Психологов были Увидьте время возможностей Это то, что психологи привыкли говорить Через две недели Психологи сказали Ребята, пожалуй, нет Пожалуй, и без того Жизнь непроста Давайте-ка мы увидим Возможность отдыха и расслабления Потому что нужно Да-да-да, счастливая Елена Совершенно верно Да Спасибо вам, что вы это так проводите Что они хотят Конечно, конечно Вот, Алина, правильная позиция Все, кто может И, так сказать, с добром друг к другу Занимайтесь тем, что вам Я буду сегодня много говорить И о том, что очень важно И ваши занятия тоже Не надо делать сейчас акцент На каких-то невероятных Интеллектуальных достижениях Не надо сейчас стремиться Покорять какой-то Интеллектуальный эверест Сейчас нужно, чтобы занятия Были максимально эмоциональными Радостными Веселыми И увлекательными Сами по себе Вот это ключ к той истории Которую вы продуцируете Не нужно просто брать вашу программу Которую вы планировали И теперь перенести ее в дистанк Это не получится Потому что не все наши традиционные формы В дистант ложатся Тоже об этом скажем чуть дальше Первое, с чего начинаете планировать Ваше занятие, встречу с детьми В чем будет радость этой встречи И в чем будет интерес и увлекательность Не просто по программе про что-то рассказать И свободное время То же самое Как мы можем сделать это время Приятным для всех нас Для ребенка, для меня, для моей семьи Все задания, пожелания Умница, Ольга Да, да, да И родители участвуют Все Слава Богу Это прекрасно Да, родители в итоге откликнулись Когда хороший педагог Родители очень хорошо откликаются Это верно Зрительная нагрузка На самом деле Сейчас непонятные все эти нормативы Они давно не пересматривались На Так сказать О каких именно гаджетах идет речь Это все Отдельный Такой Отдельный вопрос Нужно уметь заботиться о себе То есть давать себе вовремя отдых Это очень сейчас важно Потому что самое главное Это пройти эту историю Без конфликтов Не разругавшись И не испортив отношения Поэтому давайте друг другу отдохнуть Создавайте спокойную Приятную и комфортную атмосферу Совершенно верно, Нина Да, 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 да Все запомнились и теряются Давайте не загонять друг друга Я умоляю старших воспитателей Заведующих, руководителей И вы свой персонал Понимаете Нужно очень мягко сейчас Очень аккуратно С большим пониманием Относиться друг к другу Нужно поддерживать друг друга Дальше вот для родителей Ну и для вас возможно это будет полезно Откликнулись 15 Анастасия Если родители не хотят дистанционно Значит вы, ну как Вы никак не можете Вы можете опять же им что-то присылать Отправлять Звонить время от времени Постарайтесь оставаться В контакте с ними Ушли в подполье Да, 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 да Постарайтесь оставаться с ними в контакте Знаете, что очень важно сейчас людям Очень важно вот это ощущение Что как бы их не забыли Просто позвоните Спросите, как дела у них Как они справляются с ребенком Занимательная тарелка Ребят, вы сами вот Коллеги, вы Следите за чатом Там очень много интересных предложений Что вы можете Что-то для себя Подчеркнуть из этого Оставайтесь в контакте с родителями Позвоните, спросите Предложите что-то Может быть какую-то форму Которая им будет удобно Вот в таком виде С интернетом может быть беда Пользуйтесь просто телефоном Пишут, что дети скучают Это очень приятно Это очень приятно Просто позвоните Поговорите с ребенком по телефону Пять минут Пять минут с родителями Пять минут с ребенком О чем угодно Сказку попридумывайте вместе Понимаете Очень важно Вот это ощущение Именно Контакта Именно Того, что Все мы не остались одни Не успеваю читать чат Буду продолжать Это то, что я писала В самом начале Я думаю, что все уже с этим справились Дорогие родители Первое, что нужно В этой ситуации Нужно составить режим Мы в детском саду Конечно, живем по режиму И режим Вас спасет Поможет вам организовать Вот эту вот Бурную Так сказать Эту пучину Неожиданной Бурной Семейной жизни Режим Спланируйте Во сколько просыпаетесь В одно и то же время Чем более он у вас будет ясный Тем более управляемым И спокойным будет ваш ребенок Мы это знаем по работе Когда у вас завтрак Когда у вас занятия Если вам детский сад предлагает Когда у вас будет время Для физической тренировки Кстати, хотела, чтобы не забыть Сказать, что очень важно движение Сейчас Сеть клубов World Class Дает прекрасные тренировки Бесплатные Прямо целый божий день Там есть и тренировки для детей По 30 минут Есть по 15 минут Для тех, кому Ну как бы сложно что-то выполнять Есть интенсивные и силовые Есть танцевальные С утра до позднего вечера Я родителям предлагаю Использовать этот ресурс Для занятий Потому что проводят профессионалы Проводят весело Проводят с музыкой Проводят динамично Вот попытайтесь ребенку Предложить эти тренировки Одну тренировку в день И сами мои воспитатели И родители тоже Одну тренировку в день Выбирайте Что для вас Ну как бы подходит Используйте возможность Потому что она совершенно прекрасна И вы Ну как бы Везде, где есть интернет, конечно Вы можете это посмотреть Второй завтрак Фрукты обычно мы даем Или там что-то Время обеда Дневного сна У нас режим понятный Обед у нас это 12.30 Сон это 12 часов Если вы постараетесь этот режим Все-таки сдвинуть ближе к садовскому Опять же вам будет удобнее Потому что в саду Если нет режима Дети неуправляемые Мы тоже знаем это Дневной сон с часу до трех обычно Да, ватсап это прекрасно Время для занятия после сна Вечерний досуг семьи Уже никаких занятий Уже приятное для всех Время препровождения Ужин Подготовка ко сну Да, это ванна, душ, купание Что вы делаете Читаете книги И сон Распределите между собой В семье помещение Где, когда, кто находится Где, когда, кто работает Кого не трогать Кому нужно тихо Кому еще что нужно Составьте Вот прямо Представьте, что вы Как в организации Вы бы это сделали Да, вы бы Ну, управляли Этой ситуацией То же самое сделайте У себя дома Вот все навыки Организационные Используйте их Занятия с ребенком На целый день Дорогие родители Вам не нужно Быть аниматором Вам не нужно Целый день думать Чем вы ребенка Будете развлекать Напротив Это отличное время Для развития самостоятельности И пусть оно будет Использовано вами Именно так Включайте детей В повседневные Обычные Важные Нужные Бытовые Дела Ребенку Важно Быть с вами Вместе Делайте вместе Все, чем вам Нужно заниматься Вместе вы готовите Вместе убираете Вместе Пересаживаете Цветы И так далее Вот Включайте Ребенок Будет занят И главное Что он будет Рядом с вами Очень важный момент Постарайтесь Детей от себя Не отгонять Вы можете сказать Сейчас я должна У меня есть дела Я должна делать вот это Хочешь, ты можешь Делать это со мной Если это возможно Если нет, то нет Но ты можешь Рядом со мной Сидеть Читать И заниматься Чем-то своим Но сейчас я должна Заниматься работой Это абсолютно нормально Сайт для тренировки Сейчас напишу World Class Вот так он выглядит Группа в WhatsApp Да-да-да Это очень удобно Значит Совершенно спокойно Вы обратите внимание Даже наши домашние питомцы Наши собаки Наши кошки Что они хотят? Они хотят быть рядом с вами Садишься за компьютер Кошка приходит Ложиться на клавиатуру Садишься там Чем-то заниматься Собака приходит Ложиться на твои ноги Но уж тем более Наши с вами дети Поэтому им просто важно Чтобы Вот это ощущение Контакта с вами Что вы Когда вы чем-то заняты Вы не улетели На другую планету Вы остаетесь в контакте Вы по-прежнему Ребенка любите И он может быть Рядом с вами Больше ему обычно Ничего не нужно Вы планируете на день Просмотр видео От педагогов Творческую деятельность Вот которую вам прислали Если она вам по душе Если вам это интересно Вам хотите нравится Значит находите Для этого тоже время Какое вам удобно Спасибо огромное, Галина Книги Посмотреть мультфильмы Посмотреть кино Я не знаю Почему Откуда Этот панический ужас Перед вообще Экраном Как таковым Не фильм посмотреть Не мультфильм посмотреть Мне это напоминает Примерно историю Как с продуктами Знаете Когда Есть такое Прекрасное Эссе На тему Что раньше Все продукты Были полезные Сметана Масло Вот все было Да Все было полезным А теперь Все как-то Очень этого боятся То же самое С кино Мультфильмы Смотрите Хорошее кино Смотрите Это часть нашей традиционной Отечественной культуры Это наша школа Актерского мастерства У нас великолепные Детские фильмы Те, которые Снимали раньше Это гораздо лучше Воспитательный эффект Чем большинство Я не говорю Что вся Продукция Голливуда Для детей Потому что Это другая Актерская школа Это школа Представления Она гораздо меньше Содействует Развитию Эмоционального интеллекта Умение видеть Других людей Сочувствовать Другим людям То есть По эмоциональности Они гораздо более Примитивные Даже очень хорошо Снятые Очень красивое кино Но оно Примитивно По актерской игре Зачастую Не бойтесь Вы всего этого Естественно Дети хотят Чтобы вы Поиграли В сюжетные игры Берите ту роль Которую вам дают Играйте вдохновенно Если ребенок Говорит Что ты будешь Моя дочка И ты будешь Капризничать Капризничайте Если говорят Ты будешь Моя дочка И ты будешь Послушная Будьте послушными Следуйте за ребенком Он режиссер Этой игры Вы его Помощник Ассистент Вспомогательный Если хотите Материал Но найдите Для этого Хотя бы Минут 15 Детям очень важно Играть Им не хватает Сейчас сверстников Им не хватает Этой игры Найдите Этой 15-20 минут Вы сами Получите удовольствие Игра Это энергайзер На самом деле Она открывает В нас Она открывает Свободное движение Энергии В нас С вами Поэтому Не считайте Что это время Потеряно Это очень здорово Вы сами Получите заряд Здоровья И Какого-то Такого Жизненного Энтузиазма Я бы сказала Настольные игры Если у вас Большие дети Как вы Те В которые Вы любите играть Подышать воздухом Просто Открыть окно Выйти на балкон Выпить вечерний Чай на балконе Если он у вас есть У меня вот балкона Например нет Я открываю окно В кухне И фактически У меня как бы Кухня превращается В балкон Сейчас Очень важно Мы сейчас с вами Будем испытывать Этот дефицит Весна Это время Когда Нам хочется Соединиться С природой Нам нужна природа Поэтому Я вам Кстати Хотела сказать Тоже Что Спасибо огромное Нина Спасибо Я вижу Краем глаза И я благодарю вас За эту обратную связь Она очень для меня важна Очень важна Потому что я Вас не вижу Я только читаю То что вы пишете Ваши слова Они мне бесконечно дороги Я предлагаю вам Подумать Использовать Аромалампы Использовать Ароматы Ваниль Корица Может быть Мята Если вы любите Хвойные То есть Добавить Вот этих Ощущений Природных Внести В интерьер Что-то С цветами С листьями С растениями Вот этот Контакт С природой Чтобы его Подпитывать Слушайте С детьми Пение птиц Голоса птиц Слушайте Голоса Дельфинов Слушайте Журчание Воды Пение Ветра Вот эти вещи Это очень Сейчас нужно Это восстанавливает Психоэмоциональный Баланс Комфорт Это и вам Будет хорошо И ребенку Будет хорошо Понимаете Используйте Все эти маленькие Маленькое Такое домашнее Маленькое Домашнее Волшебство Я обязательно Еще Как психолог Буду говорить У нас есть Аккаунт В инстаграм Называется Психолог Мастерская Я буду сейчас Говорить про это Подробно Потому что Мне кажется Это сейчас Очень важно Спасибо огромное Друзья Я буду говорить Об этом В нашей группе Вконтакте Она называется Методическая Мастерская В конце презентации Есть все ссылки Вы везде можете Найти меня И моих коллег Мы все время Для вас Делаем что-то Вам в помощь И занятия И какие-то обзоры И так далее Творчество Которое по душе Всем членам Вашей семьи Постарайтесь Найти эту точку У кого-то Оркестр У кого-то Театр У кого-то Рисование У кого-то Придумывание Историй Я дальше Буду говорить Творчество На компьютере Может быть С папой Найдите То что Вы все Любите Делать Вместе Обсудите Займитесь Этим Как бы Пристально Что это Может быть Ну вот Как раз Здесь Перечисление Домашний Театр Летопись Чтение Вслух Музицирование Сочинение Истории По цепочке Квизы Интеллектуальные Игры Разобрать Семейные Фотографии Сделать Вместе Фотокниги Видеоролики Придумать Наконец Герб Своей Семьи Девиз И флаг Но Отдельная Важная История Прекрасная История Это Общее Чтение И Здесь Буквально Я Это Скорее Для Педагогов Слайд Я не буду Все это Зачитывать Что нам Дает Чтение Вы Скачаете Презентацию И вы Сможете Это Почитать Сейчас Как бы Не будем Об этом Что Входит В развивающую Среду Здесь Много Всего Литература И Литература И рассказы В картинках И театра И так далее У нас Просто Времени Поэтому Я Обратите Пожалуйста Внимание Издательство Просвещения Благодаря Которому Мы С вами Сегодня Общаемся И Которому Я Очень Благодарна За эту Возможность У него Есть Две Группы Вконтакте Большая Группа Издательство Просвещения Там Очень Много Полезного Материала И для Педагогов И Родители Для себя Романда Этой Группы И Все Время Много Интересного Обновления Вот В частности Пожалуйста Дежурные По детям Читают Сказки Проводят Творческие Мастер Классы Это Да Тоже В помощи Родителям И Педагогам Есть Вторая Группа Просвещения Дошкольное Начальное Образование Ближе Нам По профилю Тоже Прекрасно И тоже Заходите Туда И пользуйтесь Ресурсами Ну Понятно Это Такие Вдохновляющие Картинки Это Примеры Книг Которые Родители Могут Делать Дома С детьми То есть Один из Проектов Которые Вы можете Запустить Спасибо Огромное Я с Огромной Радостью Я жду Этих Вебинаров Я жду Встречи С вами Я очень Рада Встречи С вами Один из Проектов Которые Вы можете Запустить Это Семейная Книга Издание Сделать Своим Ребенком Книжку О чем Нибудь О чем Угодно О чем Ребенку Интересно Очень Простой Вариант Например Книжка Про наших Домашних Питомцев Кто У нас Живет Или Книжка Про мою Любимую Игрушку Или Книжка Что Я ел На завтрак Книжка Что Я вижу Из окна Они Могут Быть Очень Очень Разные Вот Пример Семейного Книгоиздания И Ресурс Для Создания Книг Электронной Ну Как бы Это Кому-то Нужен Кому-то Не Нужен Вы Посмотрите Да Вот Такие Ну Про животных Дети Вообще Любят Книжки И делать И читать Театры Домашние Театры Для детей Здесь На этих Сладах Все Возможные Виды Спасибо Вам Театр Теней Они Продаются Сейчас Их Можно Заказать Плоскостные Настольные Театры Из Картона Из Фанеры Пластиковые Ложки Из Пластиковых Ложек Можно Сделать Отличный Совершенный Театр Из Пластиковых Стаканчиков Из Пластиковых Тарелок Вы На них Рисуете Личики И у вас Получается Театр На самом деле Дети Очень Любят Рукотворное Такое Как вам Сказать Не обязательно Такое Яркое Но То Во что Вложена Душа Это Очень Важная История Взрослые Могут Ставить Спектакль Играть Для Детей Лэпбуки Да Хорошая Тема Согласна Взрослые Могут Играть Вместе С Детьми Ну Здесь Вот Пример Репертуара Какие Сказки Просто Это Уже Из Опыта Мы Это Делали И Поэтому Я С Выложу Записи Нескольких Может быть Сказок Видеозаписи Вы можете Посмотреть Как это Может Выглядеть Ну В принципе Сценарий Постановка Если вам Нужен Какой-то Сценарий Напишите Мне Если Он у меня Есть Я вам Пришлю Вот Этот Слайд На самом Деле Три Года Я вела Федеральном Институте Развития Образования Эксперимент Где Собственно Я работала Очень Очень Долго И была Ведущим Научным Сотрудником Ушла Оттуда Два Года Назад Мы Вели Эксперимент Федеральный Эксперимент Информационные Технологии В образовании Дошкольников И я Увидела Совершенно Великолепные Результаты У нас Две Программы Два Направления Один Базовая Информационная Культура И второй Мы делали Студия Компьютерной Графики Анимации Здесь Вам Примеры Это Для Педагогов Скорее Хотя И родителям Будет Интересно Примеры Образовательных Задач Которые Мы Решали На Компьютере Использовали Мы Программу Powerpoint И Если У вас Вы Сами Знаете Эту Программу Любите Умеете То Вы Можете Делать С детьми Очень Интересные Вещи Кому Нужна Будет Помощь Кто Захочет Напишите Мне Мы Можем Создать Группу По Поддержке Вот В общем Мы Можем По-разному Вам Помочь Не Стесняйтесь Обращаться За Помощью Что Мы Делаем С ребенком Собственно Говоря Да Вот Я Хотела Здесь Вам Рассказать Родителям Прежде Всего Что В детском Саду Мы Ставим Занятия Мы Обычно Планируем Циклами То Есть Не Одно Какое-то Отдельно Взято А Мы Вот Какой-то Берем Цикл Сейчас В нашей Группе Методической Мастерской Мы Начали Цикл Птички Весенний Цикл И Мы Проводим Прямые Эфиры Для Детей Родителей И Педагогов И Планируем Занятия То есть Это Целая Будет История Мы Про Птичек Будем Говорить Ну Минум Недели Две Дальше Как Пойдет Посмотрим Эти Занятия Обязательно Включают В себя Познавательное Развитие То есть Мы Узнаем Что-то Про Птичек В данном Случае Они Обязательно Включают В себя Какую-то Музыку И Обязательно Включают Творчество Поэтому Ну Собственно Здесь Это Описано Рисуем Лепим Клеем Режем Здесь Пример Для Вас По Теме Медведи Я Делала Очень Красивую Большую Презентацию Про Медведей Образовательный Цикл Медведей Буквально Пару Дней Тому Назад С Изумлением Увидела Ее Выложенную В интернет Естественно Без Фамилии Без Авторства Без Ничего Но Теперь Могу Вам Сказать Что Если Вы В поисковике Наберете Образовательный Цикл Медведей То Вы Найдете Там Презентацию Про Скажете Узнаем Новое Это Тоже Для Любознательных Детей Родителей Я Несколько Вам Здесь Выписала Ресурсов Которые Лично Мне Нравятся Я Люблю Канал Галилео Мне Нравятся Здесь Отличные Загадки На Логику Издательство Просвещение Начали Запустили Ресурс Ресурс Шкатулка Советов И Тоже Там Есть Ресурс Для Родителей И Здесь Серия Подкастов Актеры Читают Аудиосказки И так далее И даже Диафильмы Это Моя Подборка Та Которая Мне кажется Вам Может быть Интересна Для Родителей У меня Была Идея Как Вариант Сейчас Обсудить Как Вы Можете Изменить Трансформировать Ваше Жилое Пространство Наконец Обсудить Как Каждый Хотел Бы Видеть Своё Спальное Место Своё Рабочее Место Может Быть Вот Ну Например Я Например Мечтала В детстве Мне Очень Хотелось Такую Кровать Чтобы Она Была С Балдахином Как У Принцессы Но Это Так И Не Случилось Но На самом деле Если Узнать Что У Ребёнка Такая Мечта То Папа Который Наход Дома Или Дедушка Может Придумать И соорудить Хотя бы Временное Балдахин Для Девочки И Допустим Шалаш Для Мальчика Да Вот Что То Вот Такое Конечно Я В Однокомнатной Безусловно Светлана Тем Не Менее Возможно Моя Хорошая Подруга Доктор Психологических Наук Практически Всю Жизнь Прожила В Однокомнатной Квартире С Двумя Разного Возраста Разнополыми Детьми Мужем 58 Размера И Он Ещё Привёл С улицы Бездомную Собаку Эрдель Терьер Который Вообще Заходя В эту Квартиру Просто Останавливался Потому что Он не знал Куда ему Вообще Эта Эрдель Ему Было Трудно Там Повернуться То есть В общем Наша Изобретательность Велика Так Проект Изоизоляции Посмотрите Он очень Забавный Когда Копируют Какую-то Картину Делают Фотографии Может быть Для кого-то Из вас Понравится Такая История Вот Сейчас Да Она Забавная Я здесь Привела Работы Нашего Консультанта Фотографа Вы Кто Участвовал В наших Всероссийских Фотофлэшмобах Вы ее знаете Наталья Филькина Это ее собственные Дети Вот ее проект И в приложении К нашей презентации Сегодня Я бы Добрала Для вас Подборку Картин Живописи Где Есть дети Которые Можно Родителям Подбросить Как материал Для участия В этой Проекте Изоизоляции Значит Пожалуйста Дорогие Вот это Прямо Ключевой Слайд Еще раз Я хочу Сказать Сейчас Самое главное Обращаться Друг с другом Ласково Много Гладить Обнимать Много Тактильного Контакта Можно Много Приятно К друг Другу Прикасаться Слышать Слышать Умиротворяющую Музыку Сами 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 Посмотреть И Будет Выложен Иззайство Просвещение Делает Ресурс Там Уже Много Хороших Лекций Для Учителей И Я Записывала Лекции Для Педагогов Они Видео Есть Тоже Все Слайды Если Нужны Вам Будут Какие Пояснения То Я Дам Просто Я Дала Вариант Планирования Планируем Содержание И так Далее Эти Слайды Сейчас Я Пропущу Я Единственное Что хочу Сказать Что Сейчас Нам Нужно Учиться У тех Кто Ведет Постоянно Прямые Эфиры В Инстаграм У Блогеров Потому Что Это Особая История Я Здесь Есть Прям Для Вас Памятка Что Нужно Проверить Когда Вы Пишете Занятия Или Делается Прямой Эфир Свет Звук И так Далее Перспектива Я Вижу Перспективу Очень Хорошая Я Уверена Что Появятся Люди Которым Понравится Они Будут Учиться Дополнительно Съемки Монтажу И Будут Делать Авторские Онлайн Курсы Делать Сайты Я Сейчас Покажу Слайд Что Это Уже Происходит Что Вы Соберете Электронные Библиотеки В детском Саду Это Давно Пора Делать И Что Мы Дальше Будем Использовать Дистанционные Формы Дозировано По Времени И Наконец Введем Формирование Информационной Культуры Вообще В детских Садах Мы Это Будем Делать Вот Для Вас Вот Смотрите Вот Учимся Дома С Просвещением Совета Специалистов Мы Все Туда Пишем Честно Обратите Пожалуйста Внимание На Этот Ресурс И Используйте Его Тоже В Вашей Работе Ну На самом Деле Вот У нас Остается Буквально С вами Одна Минута Насколько Я Понимаю Я Благодарна Вам За Активный Чат Я Надеюсь Что Вы В этом Чате Выделили Для Себя Что То Интересное И Воспользуйтесь Тоже Как Тем Что Предлагают Ваши Коллеги Я Очень Рада Что Родители К Вам Относятся Так Вот Эту Историю Мне Как То Хочется Ну Это Будем Будем Я Буду Надеяться Да Что Модератор Как То Вот Это Вот Уберет И Заблокирует Этого Вот Эту Все Штуку Которая У нас Там Сейчас Мигает Дорогие Еще раз Самое Главное Сейчас Это Эмоции Эмоции И Сохранять Психологический Комфорт Сохранять Хороший Эмоциональный Настрой Это Наше С вами И Успех И Наше С вами Здоровье Не Достижение Не Так Скать Вот Какие-то Интеллектуальные Победы Спасибо Вам Огромное За Работу Я Жду От Техподдержки Можем ли мы Продолжить Или мы Должны Заканчивать Потому что Не было сказано Что ровно 40 минут Можно Можно Ссылку На презентацию Презентацию Вы Скачиваете У вас Вверху Есть Кнопочка Справа Вверху Кнопочка Файлы Там Вы Скачиваете Презентацию Большое Спасибо Ага Еще 10 минут Все Отлично Я Очень Рада Большая У меня Просьба К техподдержке Пожалуйста Заблокируйте Вот это То что В чате Выскакивает Большими Буквами Отключите Этого Пользователя На самом Деле Сейчас Воспитатели Я Вот Читала Что Даже Уже В Пединститутах Воспитателям Предлагаю Делать Сайты И Удобная История Когда Вы Делаете У Вас Есть Сайт Удобно Размещать Там Материалы Удобно Давать Там Ссылки На То Что Вы Предлагаете И Вот Я Как раз Думаю Что В будущем Ваши Онлайн Курсы Авторские Это Будет Очень На самом Деле Очень Перспективно Очень Здорово Вы Сможете Те Из вас Кто Хотят Те Из Вас Теперь Смотрите Дорогие Те Из Вас Кто Не Хочет Учиться Я Видела Съемки Монтажу И прочему От вас Это Совершенно Никто Не Будет Требовать Вы Совершенно Спокойно Продолжите Дальше Работать И Будете Пользоваться Как Внешним Ресурсом Тем О Чем Тем Что Будут Делать Другие Те Кому Это Нравится Я Считаю Что Это Прекрасно И Для Педагогов И Для Родителей Я Видела То Что Вы Писали Группы Ватсап Замечательно Умение Коммуницировать Ну Собственно Говоря Технический Аспект Понятен Творческий Аспект Два Слова Хотела Сказать Когда Вы Пишите Прямой Эфир Или Вы Записываете Трансляцию Очень Важно Проверить Прежде Всего Свет Должно Быть Достаточно Света Вы Должны Быть Освещены Чтобы Вас Было Видно Естественно Лицо Припудрить Прям Хорошо Потому Что Иначе Вы Будете Бликовать Звук Лучше Писать Через Гарнитуру Через Наушники Вы Подключаете Ваши Наушники И Вешаете Вот Как То Вот Себе Микрофон И Тогда У Вас Чисто Пишется Звук Очень Просто Проверяете Ваше Положение В кадре Отдаленность От камеры Используете Горизонтальный Формат Проверяете Фон Который За Вами Проверяете Отсутствие Посторонних Шумов И людей По возможности Располагаете Все Что Вам Понадобится Во время Эфира Очень Вас Прошу Стакан Воды Всегда Держите Под руками Вот Поверьте Мне Наступает Всегда Внезапно Или вдруг Вы закашлялись И Это Сложно Теперь Я не вижу Чат И Не понимаю Идет ли у нас Трансляция На самом деле Хорошо В любом Случае Насколько Я понимаю Время У нас С Вами Заканчивается Так Как Я Сейчас Не вижу Чат Может Быть Мне Включат Не знаю Он Отключен Администратором А Вижу Все Отлично Так Фу На самом Деле Для меня Сегодня Это Просто Спринтерский Забег Потому Что 40 минут Для меня Непривычный Формат Я Благодарю Вас За Сегодняшнюю Работу Я Очень Рада Что Вы Собрались Я Очень Рада Что У вас Все Неплохо И В общем И Целом У вас Есть Контакт С Родителями У вас Есть Контакт Семьей Все У нас Получается Я Рада Что Родители Откликаются И 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 Я Сейчас Все время Говорю Что Педагоги Это Ну В каком-то Смысле Как Врачи Это Наша Обязанность Помогать Семье В том Чтобы Организовать Интересно И Увлекательно Жизнь Детей И Я Обязательно Попрошу Чтобы Мне Переслали Чат И Где-то В группах Я Постараюсь Вам Прореагировать Ответить На Все Что Вы Писали И Обязательно Все Это Внимательно Прочитаю Потому Что Мне Это Очень Важно И Это Очень Интересно Я Встречусь С Вами Дорогие Мои Буквально Через Несколько Часов В 3 30 15 30 У Нас Снова С Вами Вебинар Второй Вебинар Сегодня Тоже Образование В семье Со Своими Детьми В семье Как Родителям И Вам Педагогам Для Планирования Вашей Дистанционной Творческой Деятельности С детьми Я Жду Нашей Встречи В 15 30 Огромное Спасибо Вам Что Вы Пришли И Собрались Огромное Спасибо За Ваш Энтузиазм За Ваши Теплые